Добрый день! Сейчас остановимся на таком важном элементе классического волейбола, как прием подачи. Принимать подачу можно двумя руками сверху и двумя руками снизу. Зависимо от того, какая идет подача. Если она идет планирующая в прыжке, обычно ее принимают сверху двумя руками. Если она идет силовая в прыжке, то, естественно, ее пытаются принять двумя руками снизу. Остановимся на приеме подачи двумя руками снизу. Что важно, какая техника. В этом элементе ноги согнуты, то есть средняя стойка, то есть ноги согнуты, туловище чуть-чуть наклонено вперед. При этом руки находятся на уровне пояса, чтобы можно их было выпрямить или вправо, или влево. При этом ноги должны, стопы, быть параллельно или одна нога впереди другой. Зависимо от того, где находится принимающий игрок. Если он находится слева от боковой линии, то чуть-чуть левая нога впереди. Если он находится справа от боковой линии, то правая нога впереди. Стопы должны, еще раз скажу, что они должны быть перпендикулярны подающему игроку. Если игрок подает слева от принимающего, то, соответственно, чуть-чуть стопы должны развернуты быть влево. Если он справа, то стопы должны развернуты быть вправо, и, соответственно, или левая, или правая нога должна быть впереди. Напомню, что ноги – это выбор позиции. Для того, чтобы выбрать позицию, необходимо согнуть ноги и постоянно, чтобы они были в движении. При этом центр тяжести должен находиться не на пятках, потому что заваливаться нужно, может, игрок назад, а именно на носках. Для этого равновесие более устойчивое, и он готов или влево, или вправо уйти и так же назад и вперед. Что касается постановки рук. Руки должны находиться в районе пояса, чтобы сцепить руки в замок, и замок этот должен находиться, сделать так, чтобы он был перпендикулярно направлению полета мяча. При этом из предплечий должна образоваться прямая платформа, на которой должен падать мяч. Мяч должен падать в район так называемых манжеток. Если он упадет выше, то подобьется над игроком, который принимает. Если руки будут параллельно полу, а не под углом, то то же самое, в лучшем случае, мяч подобьется над игроком. И связующий игрок, ему нужно прилагать очень большие усилия, чтобы добежать до этого мяча. Поэтому основная стойка, еще раз повторю, на носочках, ноги согнуты в коленях, руки около пояса. Если боковая линия слева, нога чуть-чуть левая впереди. Если справа, правая нога впереди. Плечи разворачиваются туда, где находится связующий игрок. Еще один нюанс. Если мяч летит слева от игрока, плечо поднимается вверх, и руками уже невозможно влево-вправо их выбросить. То есть руки остаются прямо при поднятии левого плеча. Соответственно, левая нога, конечно, должна быть впереди. Наоборот, если мяч справа, правое плечо и правая нога впереди, правое плечо поднимается, и руки тоже остаются прямо. При этом руки в замок, опять же, перпендиварно мячу, и все руки уходят в пол под углом. Главные критерии приема – это постановка ног. Ноги – это выбор позиций. Руки – это концентрация рук на мяче. Мяч ложится, мы смотрим, контролируем мяч руками, куда даже иногда можно смотреть, даже куда мяч приземляется. Но главное – выйти под мяч так, чтобы он ложился именно на манжетке. Для этого нужно постоянно быть в движении. Если мы будем стоять на пятках, то нам очень трудно будет переместиться. Когда идет подача в прыжке силовая, то очень трудно за короткий промежуток времени переместиться. И, как правило, игрок-принимающий стоит на одном месте. То есть каждый игрок, сколько их будет, три или четыре принимающих, реже четыре, обычно три, он каждый прикрывает свою зону. То есть если он летит, мяч далеко полтора или метра от него, то очень трудно среагировать на силовую подачу, если она очень сильная. Так что в кого мяч летит, тот по технике правильно мяч и подбивает. Очень важно после того, как мяч приняли, не стоять на месте, а после этого сразу делать движение для страховки мяча или там, кто нападает, идти нападать. При приеме двумя руками сверху, когда подается планирующая подача. Но я там потом остановлюсь на технике, конечно, передачи, они примерно одинаковые. Чтобы принять подачу сверху, нужно необходимо, чтобы руки также находились на локте около пояса, ноги согнуты. И принимать подачу сверху необходимо, чтобы кисти были впереди и большие пальцы были на уровне бровей. При этом локти должны чуть-чуть быть разведены, и из указательного и большого пальца был создан такой треугольничек. А остальные пальцы помогают, и получается, что у нас из рук получается овал, куда приземляется, приходит мяч. Если вы будете близко к колбу держать эти руки, то, скорее всего, мяч провалится, улетит назад. Если будете чуть ниже держать, вы его прихватите, и получается, это будет ошибка. Держать руки около лба, примерно на 30-20 сантиметров от него, примерно, чтобы большие пальцы были на уровне бровей. Опять же, ноги согнуты, и с помощью ног, рук и туловища синхронно мы выпрямляем все, и желательно, чтобы руки выпрямлялись не полностью, а чуть-чуть были полусогнуты. То есть здесь в основном работают ноги за счет ног. Люди, которые, игроки, которые обладают таким приемом сверху, они осуществляют его более эффективно и более качественно, чем снизу. Продолжение следует...